Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...членам кембриджской пятерки Дональду Маклейну и Гаю Берджесу. Ее разместили на стене 179-го дома по улице Фрунзе, где они когда-то жили. Также в городе увековечили память полковника Сергея Хумарьяна. На торжественной церемонии побывала Лариса Шалафаст. Еще одна тайная страница истории Куйбышева открыта. На фасаде 179-го дома по Фрунзе установлена мемориальная табличка Дональду Маклейну и Гаю Берджесу, участником так называемой «кембриджской пятерки», которую бывший директор ЦРУ Ален Далес считал самой сильной разведывательной группой времен Второй мировой войны. В день сотрудника органов безопасности мы отдаем должное, отдаем дань уважения людям, которые много сделали для безопасности нашей Родины, для сохранения мира во всем мире. И я уверен, что нынешнее поколение сотрудников также свято будет чтить традиции. У Самары открываются новые страницы истории, о которых, я убеждена, немногие знают. Но теперь я очень надеюсь, что молодые люди проявят интерес и узнают об этой таинственной истории нашего города. Все пятеро разведчиков занимали высокие посты в дипломатических структурах Великобритании. Сеть была раскрыта, но никто не понес наказание. Фил Би Маклэйн и Бёрджис бежали в СССР. Керн Кросс и Блант остались в Англии, но не преследовались в судебном порядке. Благодаря удачным операциям агентов в СССР удалось своевременно начать работу по созданию атомного оружия, а также быть в курсе планов западных правительств. В начале 50-х годов двое разведчиков – Дональд Маклэйн и Гай Бёрджис – поселились в закрытом для иностранцев Куйбышеве. Здесь они жили четыре года. Дональд Маклэйн получил документы на имя Марка Петровича Фрейзера и был зачислен на работу в местный педагогический вуз преподавателем английского языка. Гай Бёрджис стал Джимом Андреевичем Эллиотом. За свою работу оба были награждены советскими орденами. Я убежден в том, что люди должны помнить и знать свою историю, гордиться ей. То, что в нашем городе жили всемирно известные люди, это еще одно свидетельство и подтверждение роли, места, значения Самары Куйбышева в истории Отечества. 31-й дом по улице Степана Разина также отмечен памятным знаком в честь контрразведчика, почетного сотрудника госбезопасности полковника Сергея Хумарьяна. Он прослужил в органах безопасности более 40 лет. Долгое время руководил контрразведывательным подразделением КГБ по Куйбышевской области. С его именем связан ряд операций по противодействию иностранным разведкам. Это очень важно. Все-таки 6 десятилетий мы прожили вместе. И семья, как никто, знает все те качества, о которых сегодня говорили выступающие. И приятно, что сегодня такой человек получает оценку достойную. С начала 90-х годов и до конца жизни Сергей Георгиевич ввел большую просветительскую и общественную работу. По его инициативе в управлении ФСБ по Самарской области появился музей истории. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. В Самаре завершился форум добровольцев. Его темой стали не случайные истории. Активисты рассказывали о том, как они начали помогать людям и делились опытом. Чем 2019 год запомнился волонтером, расскажет Андрей Горгуленко. Уникальную открытку подарили главному редактору Самара ГИС. В ней двухлетний ребенок благодарит телеканал за то, что теперь у него есть мама. Еще одну такую открытку Ольга Шелест подарила губернатору Дмитрию Азарову на форуме добровольцев Самарской области. Ольге вручили благодарственное письмо за акцию «Дед Мороз. Каждый из нас», которая проходит уже пять лет. В этом году волонтеры поздравят 150 палеотивных детей. Благотворительный фонд Ольги Шелест, Евита – единственный, кто оказывает помощь особенным ребятам. Помогает в этом и программа «Право на маму» на телеканале «Самара ГИС», в последних выпусках которой главными героями стали палеотивные дети. К этим детям не придет Дед Мороз. И сами они никогда не попадут на елку. И этот Новый год может быть последним Новым годом в их жизни. Но они все равно дети. А самое главное, у них есть родители, которым точно так же нужна помощь и поддержка. И им тоже хочется праздника. Потому что каждый день таких детей, похожих один на другой, ничем совершенно не отличается. И когда неожиданно приходит Дед Мороз со снегурочкой, да, это открывается второе дыхание. Награждение благотворителей и волонтеров стало завершением трехдневного форума добровольцев Самарской области. В этом году темой 18-го ежегодного фестиваля стали не случайные истории. Школьники, студенты и волонтеры серебряного возраста рассказывали на своем примере, как они пришли к идее творить добро. Сегодня тем, кто в этом нуждается, безвозмездно помогают 150 тысяч жителей Самарской области. Они нас очень ждут. Бывают волонтеры, которые нерегулярно ездят в поездки. Бабушки и дедушки к ним привыкают. Они уже воспринимают нас как внуков. Они ждут. Большинство бабушек и дедушек там одинокие. И мы своим вниманием согреваем. 2019-й стал очень успешным для Самарского добровольческого движения. Одного из самых масштабных в стране. Второй год подряд область одерживает победу во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства. Регион добрых дел. Успешным для губерния оказался и Международный форум добровольцев, завершившийся в декабре в Сочи. Волонтер Валерия Минникаева заняла второе место в конкурсе «Доброволец России». А Самарский дом молодежи вошел в тройку лучших волонтерских центров страны. Владимир Владимирович отдельно отметил, конечно, вклад волонтеров в существующее общественное устройство, в развитие нашего государства. Потому что невозможно развиваться государству, обществу без доброты ваших сердец, без вашей энергии и неравнодушия. Важнейшим итогом года стало создание ресурсного центра поддержки и развития добровольчества. В следующем году регион получит средства на развитие этого направления, создание сети волонтерских центров и штабов в муниципалитетах и образовательных организациях Самарской области. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Врач на дом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь, чтобы сделать массаж или позаниматься лечебной физкультурой, не нужно ехать в реабилитационный центр. Это можно делать дома под присмотром специалистов. Подробности в нашем следующем репортаже. Колючая, колючая, улица. Десятилетней ОСИЕ нужно регулярное лечение. Массаж и физкультура в первую очередь. Раньше приходилось бегать по больницам, а теперь доктора приезжают на дом. Ребенок очень довольный. Стал спокойный. Просыпается по утрам с улыбкой и ждет занятий. Это очень удобно, тем более для нас, для многодетных семей. Это очень хорошо. Я благодарна им, что они не оставили нас без внимания. В Самаре появилась новая медицинская услуга. Выездные мобильные бригады врачей областного реабилитационного центра для детей-инвалидов. По госпрограмме «Доступная среда» и формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации в Самарской области купили спецмашину и оборудование за полтора миллиона рублей. Бригада врачей на выезд формируется каждый раз индивидуально, в зависимости от помощи, которая необходима ребенку. Это могут быть психолог, логопед-дефектолог, невролог, педиатр и массажист. Мы проанализировали ситуацию и поняли, что у нас в регионе достаточно много таких семей, в которых дети физически не имеют возможности или родители не способны. И привозить их на курсы реабилитации стационарные или полустационарные наши центры реабилитации, которые расположены по всей области. И, как говорится, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Для того, чтобы вызвать мобильную бригаду врачей, нужно написать заявление на предоставление соцуслуги в реабилитационный центр. Десятидневный курс лечения ребенок может получить минимум раз в год. При необходимости процедуры можно повторить. Лариса Шалафас, Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Оркестр Самарской филармонии отправляется на большие международные гастроли. Музыкальный коллектив исполнит пять программ для испанских ценителей музыки. Прозвучат произведения известных композиторов. На концерте перед отъездом побывала Мэри Елчан. Произведения Штрауса Вивальди и Чайковского в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии услышат в Испании. Музыкальный коллектив примет участие в международном Штраус-фестивале и даст 16 концертов. Скрипачка Галина Мозгалева в оркестре почти 40 лет. Делится последний раз на гастролях такого масштаба Самарская филармония была 12 лет назад. Женщина играет в группе первых скрипок. Говорит, репетиций стало больше, многие партии приходится учить даже дома. Я жду, что мы удачно выступим, что мы понравимся испанской публике, что все пройдет очень хорошо. В общем, я на это надеюсь. На концертах симфонический оркестр, кроме классической музыки, исполнит и музыку из кино. Речь идет о таких композиторах, как Энио Морикони и Ханс Циммер. Участие в Штраус-фестивале послужит развитию международных культурных связей между Россией и Европой, а также простимулирует творческий коллектив, уверен главный дирижер оркестром Михаил Щербаков. Мы очень любим нашу публику, мы отдаем всю душу, когда мы играем для нее. Но все-таки нужно выезжать, нужно пробовать свои силы на другой аудитории, чтобы понимать, где ты находишься, на каком ты уровне, что ты можешь сделать в искусстве. Гастроли симфонического оркестра стали возможны и в том числе благодаря поддержке правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона проводит активную работу по развитию сферы культуры в Самарской области, которая отмечена на высоком уровне. По поручению президента Владимира Путина Дмитрий Азаров возглавляет рабочую группу госсовета по направлению культура. Я очень рад, что все состоится. Конечно, для людей творческих очень важно побывать на гастролях, на лучших площадках Европы в том числе. И я очень рад, что эти гастроли состоятся. Я уверен, что это будет новым творческим зарядом для нашего замечательного творческого коллектива. Гастроли для симфонического оркестра – это возможность заявить о себе не только в России, но и далеко за ее пределами. Творческий коллектив пробудет в Испании с 23 декабря по 14 января 2020 года. Мэри Елчан, Константин Головин, События. Купи билеты, попади в волшебный трамвай. Водители-кондуктор третьего маршрута на один день стали сказочными героями. Как отнеслись жители города к неожиданным новогодним поздравлением, узнала Мэри Елчан. Рабочий день Глеба Евстифеева сегодня начался раньше обычного. У него особая миссия – вжиться в роль Деда Мороза, сменившего Саня на трамвай. Это развлечение для него не ново. Так он дарит пассажирам новогоднее настроение уже четвертый год. С тех пор, как пришел работать в Кировское трамвайное депо водителем третьего маршрута. Почему бы и здесь не поднять настроение предновогоднее? Сколько детских улыбок, сколько взрослых. Все даже приветствуют. Там даже пожилые дедушки и бабушки идут. Я приторможу чуть-чуть, позвоню. Увидят – о, классно! И все сразу рассекается в улыбках. Это такое счастье для меня. Большое настроение, чтобы оно никогда не прекращалось. Дед Мороз дарит пассажирам елочные игрушки и мандарины. Кондуктор ему подстать в образе Снегурочки. Я так рада, что с таким настроением я еду на работу. Вообще все здорово. И с наступающим в основном. Вот зашли.